Сейчас начинают травить Минфин. Вот вроде бы с моей стороны никакой симпатии к Минфину быть не может. Народная примета, это значит деньги кончились, если травить Минфин. Нет, нет, нет. Минфин просто в кои-то веки раз в жизни выступил с разумным предложением, сказав, что, ребята, вообще денег нет, полная жопа. А не сократить ли нам армию? Не сократить ли нам армию? Конечно, ношение фуражек это тяжелейшая необходимая работа. Но, может быть, носителей фуражек может быть поменьше. И посмотри, как в них вцепились, посмотри, как теперь бродит старец Силуан. Был такой действительно персонаж старец Силуан. Очень смешной. Потом про него расскажу в истории Русской Православной Церкви. Но он, кстати, напоминал чем-то нашего министра финансов. А вы знаете, что он сделал потом, когда ему сказали армию не замай? Он сказал, давайте тогда, может, у пенсионеров работающих хоть индексацию отберем? Я понимаю, но ему надо где-то отобрать. Но, конечно, лучше было бы это сделать с армией. Тем паче, что я-то армию видел то, что называется, в работе. И я знаю, до какой степени она нуждается в сокращении. Я думаю, что с тех пор, когда мы штурмовали Грозный, просто испятые лейтенанты стали генералами-алкоголиками. И ничего больше не изменилось. Почему я говорю об этом с такой уверенностью? Потому что мы видели, как самое лучшее, что было в российской армии, было брошено на Донбасс. И, тем не менее, это самое лучшее, что было, все равно поломало зубья свои одеморализованную, нищую, бескровную, какую-то декоративную тогда армию Украины. Даже с ней не смогли справиться. Поэтому, конечно, в принципе, если нужны деньги, вот я бы расформировал эту армию к чертовой матери вообще, не задумываясь. И лучше провел бы где-нибудь канализацию и запузырил бы там штука 20 из больницы. Но я никогда не буду этим заниматься.